ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Петрозаводске пожарным из Кемского района вручили новый Урал. Мы оцениваем взаимные интересы и конкурсного производства, и непосредственно сохранение стада и обеспечения посевной сбора кормов. Глава республики Артур Парфенчиков проверил, как исполняются данные им поручения в нескольких районах Карелии. Сегодня в Карелию с рабочим визитом прилетел полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Высокого гостя встретили глава Карелии Артур Парфенчиков и первые лица республики. На месте Беглову продемонстрировали подвижной пункт управления МЧС Карелии, после чего полпредс руководителям региона возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. В авансе Александр Беглов провел совещание с участием представителей муниципалитетов и главой Карелии. Подробный материал об этом и не только смотрите завтра. Власти Карелии требуют сменить конкурсного управляющего компанией «Мост». В ближайшее время прокуратура республики даст свою оценку деятельности Константина Сенина на посту финансового руководителя предприятия. За время его службы долг «Моста» перед кредиторами увеличился в два раза и превысил 750 миллионов рублей. Ждут своих денег и работники. Им недоплатили почти 52 миллиона. Чтобы найти решение давней проблемы, за одним столом встретились члены правительства региона, представители Росреестра, налоговики, приставы и сотрудники МВД. Тем не менее, вместо Сенина перед чиновниками отчитывался главный бухгалтер предприятия. Сам конкурсный управляющий в этот момент находился в Санкт-Петербурге. Возможно, не случайно. Я думаю, что мы с учетом сегодняшней поездки сформируем перечень вопросов и адресуем его адрес. И на следующее свидание он уже пускай отчитывается сам, а не главный бухгалтер. Напомню, с января этого года предприятие прекратило хозяйственную деятельность. Сейчас примерная выручка компании – 3 миллиона рублей в месяц. Ожидают еще 7 по выигранному делу. Это неустойка по контракту с Петрозаводской администрацией. Тем не менее, для ликвидации долгов необходимо реализовать имущество предприятия. Этим и должен был заниматься конкурсный управляющий. Сегодня необходимо все меры применить к реализации конкурсной массы. Это единственный возможный способ погасить зарплату. Единственный возможный способ. Нет других путей. Поэтому давайте уже по этому направлению идти. Для того, чтобы оплатить долги предприятия, было предложено сменить финансового руководителя ГУП «Мост». Снижение тарифов на электроэнергию повысило конкурентноспособность предприятия в Петкаранском районе. А господдержка агрофирмы в Туксе дала возможность ее сохранить. Глава республики Артур Парфинчиков проверил, как исполняются данные им ранее поручения. Подробнее расскажет Светлана Воробьева. В две смены, два через два, здесь трудится порядка 30 человек. В основном местные. Завод по производству балок для монолитного строительства в поселке Харлу встает на ноги, крепнет. Большим подспорьем для производства, говорят его руководители, стало снижение тарифов на электроэнергию. Этот вопрос помог решить глава республики Артур Парфинчиков. Он дал соответствующее поручение после посещения завода в конце прошлого года. Позволило, конечно, снизить себестоимость продукции и, соответственно, отпускные цены какие-то и варьировать ценовой политикой. Очередное выездное совещание с руководством предприятия глава республики интересуется, какие перспективы, проблемы, чем помочь. Финансовый вопрос, конечно, это главный, но он при правильной организации работы будет более-менее эффективно решаться. Мы готовы все меры поддержки, которые есть, в том числе по нашим контактам с Фондом развития промышленности, еще раз повторяюсь. Может быть, вы найдете какую-то бизнес-схему, которая за счет наших мер поддержки, нашей коммуникации, она просто какие-то вопросы позволит решить быстрее. Артур Парфенчиков предложил руководителю предприятия содействие в решении вопросов по приобретению оборудования в лизинг и предоставлению льготных кредитов. Тема взаимоотношений с энергетиками возникает и при посещении туристического объекта. Учредитель предприятия в поселке Раута-Лахте Петкеранского района рассказывает, в этом году комплекс увеличивает свои площади на 18 номеров, а электрических мощностей не хватает. Прямо на месте решают в короткие сроки построить еще одну подстанцию. Следующий туристический объект в плане рабочей поездки – комплекс поселка Усть-Видлицы в 40 километрах от Аланца. Сейчас здесь может разместиться одновременно как минимум 50 человек. В планах строительства еще нескольких домиков. Тоже, если будут домики, будем потихоньку что-то компенсировать. Завершает глава рабочую поездку по южным районам Карелии в поселке Тук со встречей с руководством молочной фермы. В 2017 году предприятие организовали на площадях, находящихся в процедуре банкротства, агрофирмы Тукса. Руководством республики была поставлена задача сохранить фирму. Сегодня конкурсный управляющий и директор вновь созданного предприятия совместно работают над решением общих задач. Мы оцениваем взаимные интересы и конкурсного производства, и непосредственно сохранение стада и обеспечение посевной сбора кормов. При этих взаимоотношениях мы смогли профинансировать порядка 22 миллионов посевную, включая инвестиции в покупку техники. Что важно, подчеркивает глава республиканского Минсельхоза Владимир Лабинов, предприятие пользуется всеми возможными мерами государственной поддержки. Компенсация затрат на приобретение удобрения, компенсация затрат на известкование, компенсация затрат на приобретение семян, помощь приобретении техники. И этими инструментами новое руководство пользуется. Сейчас на молочной ферме Тукса 920 буренок. По надоям они вторые, по Карелии. Дают 19 литров на фуражную корову. К концу года здесь планируют увеличить стада до 1000 голов, и это вполне реально. Вот, например, в Яслях сегодня 52 телочки, но завтра почти половину из них, которым по три месяца, переводят во взрослый коровник. Через несколько недель подрастет и следующая группа. Светлана Воробьева, Борис Касьянов, САМПО ТВ-360, Питкеранский и Олоницкий районы. У огнеборцев Кемского района прибавление «Новый пожарный Урал». Машину торжественно вручили сегодня в Петрозаводске. Приобретение новой техники стало возможным благодаря внесенным депутатами Карельского парламента поправкам в бюджет республики. Эта машина станет 14-й в гараже противопожарной службы Кемского района, но она вовсе не лишняя. Самый молодой из имеющихся 15 лет, самый бывалый – 35. Хотя и она еще бегает, рассказывает начальник отряда. Вот только запчасти на раритет уже не выпускают. И самое главное – водовместимость старой техники крайне мала. Вы сами знаете, в республике Карелия очень много безводных районов, деревянный фон очень большой. И недостаточно. Приходится очень много, большое расстояние протягивать, либо подвозом, то, что затягивается, тушение пожаров. А эта машина, как бы две машины пришло, это уже 8 тонн у нас будет воды. Можно спокойно, пока прокладываем в рукавную линию, спокойно уже тушить и спасать людей. Новенький «Урал» 2018 года выпуска «Евро-5», то есть отвечает всем современным нормам и требованиям. Машина полностью укомплектована оборудованием и инструментами. Вмещает 6 тонн воды и 350 литров пены. Бюджет у нас очень и очень напряженный, но тем не менее мы находим деньги. Это имеется в виду и правительство Республики Карелии, и депутаты законодательного собрания. И мы здесь нисколько не кривили душой, нисколько не играли, когда сказали большие слова благодарности. Это депутаты обратили внимание. И благодаря им у нас в этом году две машины. Могла быть только одна машина. Для торжественного вручения новую машину пригнали на площадь Кирова, предварительно заправив водой. Здесь же кемские пожарные проверили ее в работе. Анжела Маркевич, Александр Борисов, САМПО ТВ, 360. Ушла из жизни актриса русского театра драмы Эльвира Александровна Утикеева. Театральному искусству заслуженная артистка России отдала более 40 лет своей жизни. Зрители запомнили ее по таким ролям, как Валька Кассирша в Иркутской истории, Санетка в Леди Магбет, Мценского уезда и еще многим другим образом. Кроме этого, Эльвира Александровна вела концерты и участвовала в телеспектаклях карельского телевидения. Прощание с актрисой пройдет в Музыкальном театре Карелии 1 июня с 10 до 11 утра. Любителей мумитролей ждет большой сюрприз, а школьников экзамены. Об этом и не только, расскажем коротко. На Сигирском ЦБК выпустили первую партию микрокрепированной белой упаковочной бумаги. Этот вид прочнее своих аналогов и лучше приспособлен к печати. Ночью 30 и 31 мая будет ограничено движение по Соломенскому мосту. Будут проводиться пусконаладочные работы по разводке переправы. 12 июня открывается новая авиалиния Петрозаводск-Котлас-Архангельск. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и четвергам. В Национальном театре Карелии откроется выставка комиксов по произведению Туви Янсон, «Мумитролль и комета». Посетителей ждут с 31 мая. С 28 мая в Карелии установлен особый противопожарный режим. Соблюдайте правила поведения в лесах. 28 мая у российских школьников начался основной период сдачи ЕГЭ. Первыми экзаменами стали информатика и география. Рев моторов и сотня стальных коней – такую картину можно было наблюдать в минувшие выходные на улицах города. Карелийские байкеры официально открыли мотосезон и отправились в свое первое в этом году мотопутешествие. Александр Кузьмичев болеет мотоциклами с 12 лет. Его первая машина – мопед «Рига». Сколько было потом – не счесть. Сейчас в гараже у байкера пять мотоциклов. Этот – «Хонда» – бывалый и самый надежный друг. С ним Александр объездил полмира и знает о нем все. До малейших подробностей. Я все здесь делал сам. И вилку, и дуги, и фары дополнительные. Смастерил вот это крепление для вот этих кофров, чтобы удобно все было возить. То есть для навигатора, музыка, я не знаю, все, что хочешь есть, как в машине. Так что вот. Бизнес-класс. Бизнес-класс, да. Toyota Land Cruiser, да. Харлеи, Сузуки, Хонды, американские, немецкие, японские и отечественные мотоциклы выстроились в колонну на центральной площади города. Но для их хозяев марка не имеет значения. Важны только ни с чем не сравнимые ощущения. Почности, которые чувствуешь под собой. В реве двигателя. В звуке оглушающем. Ветер в лицо и все такое. В этом году клубу Night Riders MC Карелия стукнет 19 лет. Начиналось движение в 1999 году с командой из 15 байкеров. Сегодня здесь больше сотни человек. Ежегодно к нему присоединяются все новые любители быстрой езды с ветерком. Но чтобы стать членом Мотобратства, недостаточно просто купить мотоцикл. Клуб – это тяжело. Я как 20 лет этим почти занимаюсь. Это действительно тяжело. Этому нужно отдать жизнь, посвятить. Я посвятил всю свою молодость клубу. Начиная с 20 лет. Я много чего в жизни из-за этого потерял, но зато у меня есть большая семья. Открытие мотосезона – праздник не только для самих владельцев стальных красавцев, но и для петрозаводчан. Всего несколько раз в году на улице города и его окрестностей можно увидеть колонну и сотни байков. В этот раз мотоциклисты с ветерком отправились в отчину Карельского Деда Мороза. Сколько летних мотопутешествий еще впереди. А это значит, что автомобилистам нужно стать более внимательными к новым участникам дорожного движения. Первыми плодами взаимодействия стали две разработки учеников технопарка – «Пазлы» и «Мемория». Это логические игры, в которых используются репродукции картин из коллекции музея. Над разработкой игр команда «Кванториума» работала около месяца. Наш музей очень много занимается современными музейными технологиями. И то, что наш коллектив сегодня готов работать с «Кванториумом САМПО», говорит о том, что у нас уже появились такие амбициозные задачи, как привлечь детей, используя современные технологии. На этом совместная работа музея и «Кванториума» не заканчивается. В будущем планируется еще ряд совместных проектов и мероприятий. На прошлой неделе жарко было не только в городе. В национальном парке «Ладожские шхеры» посетители встретили купающегося лося. Сахат и плыл по своим делам вдали от берега. Кого только не встретишь в заповедных водоемах. Это все новости на сегодня. С вами был Эдуард Тур. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok